Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Меня зовут Якименко Владислав, и мы с вами здесь разговариваем про спортивные бальные танцы. Сегодня я хотел бы с вами поговорить на, скажем так, околопаркетную тему, околотанцевальную, на которую, на самом деле, не всегда удается уделить время, достаточно поговорить, но, как оказывается, как показывает практика, эти вещи достаточно сильно влияют на итоговый результат на турнире, на ощущения в целом от вашей пары. И вот буквально недавно у нас на сборах была такая тема, что проводились группы отдельно для мальчиков, отдельно для девочек, на которых мы обсуждали с ними вот как раз-таки все про танцы, но не сами танцы, все кроме танцев. Как выходить на паркет, как вести себя на паркете, как там приглашать девочку, как там делать все, что угодно на паркете, рядом с паркетом, как вести себя на турнире, как выходить из сложных ситуаций, как флокрафтить, как делать поклон и так далее. Вот. Показывать, на самом деле, я, наверное, не буду, возможно, сделаю вставочки в это видео, вот, но поговорить про эти вещи обязательно нужно. Поскольку, вот, работая с ребятами на сборах и работая онлайн с людьми, я заметил такую вещь, что действительно, если человек не знает о чем-то, то есть, ну, лишний раз ты специально не проговариваешь эти вещи, и, допустим, человек самостоятельный или пара, да, не придает особого значения этим околопаркетным, околотанцевальным вещам, то и, выходя на турнир, то есть, в зале может быть одно, а, выходя на турнир, мы видим совсем другой танец. И как этого избежать, и как сделать так, чтобы у вас на турнире танец, ну, либо совпадал с тем, что есть в зале, либо даже превосходил то, что у вас есть в зале. Сегодня поговорим именно об этом. Ну, а прежде чем мы начнем, обязательно поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на социальные сети, где выходят эти видео регулярно, и мы с вами начинаем. А, и обязательно не забудьте оставить комментарий после просмотра видео, это помогает продвигать мой канал, эти видео, больные танцы в социальных сетях. Итак, первая вещь, про которую я хотел бы поговорить, это поведение вашей пары, когда вы приезжаете на турнир, и вот до начала самого турнира, что вам необходимо сделать, потому что зачастую многие забывают об этом, или не знают, или пренебрегают этими вещами. До начала турнира обязательно, особенно если вы приезжаете сами на турниры, вы должны выяснить, где находятся основные места, где у нас раздевалка, где у нас, собственно, сам паркет, где выходы на этот паркет, где находится место, где вывешивают заходы и результаты, чтобы вовремя успеть все посмотреть, чтобы вовремя выйти на паркет, чтобы вовремя подготовиться, знать, сколько вам от раздевалки до паркета идти, потому что бывают разные расстояния, а вам нужно переодеваться и успеть между турами. Ну и самое главное, где находится туалет, да, чтобы, если что, успеть добежать там от раздевалки до туалета, из туалета на паркет и чувствовать себя спокойно. И вы точно знали, что и вы, и ваша партнерша, вы все успеете сделать. Вы знаете, если там кто-то сказал, что я пошел там в раздевалку, или я пошел смотреть заходы, вы знаете, куда пошел этот человек, вы знаете, сколько у него времени это займет, когда он вернется и так далее. То есть это снимает ваша психологическая часть, психологического напряжения на турнире. Особенно, когда вы приезжаете в другой город танцевать, или первый раз вы находитесь в этом месте проведения, вам так будет спокойнее. Второй момент. После того, как вы определились с основными местами на турнире, где что располагается, вы переоделись в тренировочную одежду, и вы выходите на разминку. Обязательно нужно выходить на разминку. Если вдруг разминка не объявляется, обязательно вы должны размяться где-то на свободном месте, будь то раздевалкой или рядом с паркетом, где угодно. Вы обязательно должны быть размятые, разогретые. Нельзя пропускать вот эту вот часть с разминкой, потому что ваше тело, ваш инструмент, которым вы танцуете, и вы показываете свое умение владеть этим телом, поэтому оно должно быть размятое. После того, как вы вышли на разминку, вы вышли на площадку. А площадка у нас по правилам должна быть прямоугольной. Она должна иметь у себя длинную сторону и короткие стороны. Но зачастую бывает так, что площадку, допустим, либо делят пополам в каких-то классовых категориях, или в Rising Stars категориях, и площадка оказывается квадратная, допустим. Или площадка сильно отличается от той, на которой вы тренируетесь. Она сильно больше или сильно меньше. Обязательно вы должны разложить свои вариации на эту площадку. Будь то вы в массовом спорте танцуете или в спорте высших достижений, всегда вы приезжаете на турнир. Вы должны разложить, особенно в стандарте, свои вариации на эту площадку. Размер движения. Где у вас? Определить вместе с партнершей. Договориться, откуда вы начинаете, где у вас длинная сторона, где у вас короткая сторона, а чтобы и она чувствовала себя спокойно и знала, где что и почему. И вы чувствовали себя спокойно. То же самое и в латиноамериканской программе. Вы должны определить, где вы начинаете самбу, где вы начинаете паса, где у вас длинная сторона, где короткая сторона, где находятся зрители, где находятся судьи. В латине танцевать на пустые трибуны и на судей близко категорически я против этого. Потому что если есть зрители и если есть, допустим, сторона, где там, ну, допустим, те же судьи сидят, но они вот в судейской зоне сидят, отдыхают. Лучше на них танцевать, чем на пустую трибуну или на судей, когда вы будете выплескивать там энергетику, да, эмоции, и вы будете их отдавать в пустоту. Ну, лучше вы будете отдавать их там человеку, который, возможно, вам отдаст обратно, да, часть этой энергии, энергетики, которая исходит от вашего танца. Поэтому обязательно определитесь, где у вас зрители, где судьи, где короткая сторона, где длинная сторона, где вы выходите на паркет, где уходите с паркета. Это придаст вам еще больше уверенности на паркете. А также во время турнира постарайтесь обязательно соблюдать направление и построение в своих вариациях для того, чтобы ваши вариации и ваши движения были читаемыми. Да, пусть у судьи всего лишь есть 3-5 секунд на оценку вашего танца, ну, в отборочных турах, но эти 3-5 секунд достаточно понять, когда пара танцует в правильных направлениях, а когда пара танцует в полную. Ну и последняя вещь, которую вы должны определить для себя до начала турнира, во время разминки, это попробовать паркет, попробовать покрытие в тех туфлях, в которых вы будете танцевать, понять, нужно ли вам мочить обувь, нужно ли вам сильно там почистить обувь, либо вам нужно покасторить, либо вам ничего не нужно делать. Это делается для того, чтобы, опять же, вы могли показать свой уровень танца, не бояться, что вы будете скользить, там подскальзываться, вам будет неудобно и так далее. На одном из турниров был такой случай, что вроде паркет был нормальный, не скользил, ничего, но организаторы забыли закрепить его по краям, и досочки ламината, из которых он был сложен, просто разъезжались в разные стороны, когда пара достаточно тяжелая, активно там толкалась, и направление совпадало с направлением движения доски. И паркет просто начал разъезжаться посреди турнира. Это была категория, по-моему, какая-то молодежь, там молодежь плюс взрослые, Rising Stars, ну, было, конечно, полное фиаско. Следующий момент. Четвертый уже, наверное, пункт. Начался турнир. Начался турнир, вы зарегистрировались, все, разминка прошла, вы переоделись, вы знаете, где висят заходы, ваша задача обязательно, самостоятельно, даже если вы в детях танцуете, даже если вы танцуете в массовом спорте, обязательно самостоятельно подойти, посмотреть, когда танцует ваша категория, сколько в ней заходов, ну, какой тур вы танцуете, обязательно узнать, да, не перепутать программу, с которой вы начинаете. и узнать, сколько заходов, посмотреть, какой у вас заход, запомнить, можете записать себе там на руке, я не знаю, на листочке, где угодно, но лучше всего запоминать, запомнить, какие у вас заходы, меняются они, не меняются, остаются, да, остаетесь ли вы с танца на танец, или не остаетесь. Обязательно вы должны это знать, ни ваши родители, ни ваш тренер, не должен знать эту информацию, точнее, не обязан. Вы танцуете, у вас на спине номер, и вы должны знать свой выход. Прямо начиная с массового спорта, приучайте себя к этому, чтобы не задерживать турнир, чтобы не проворонить свой выход, и не пропустить, не отдать кресты чужой паре, или другому солисту. Следующий момент. Также вот перед выходом на паркет вы должны, да, для себя определиться, но это заранее делается, как вам удобнее выходить. Хотите ли вы выходить первым на паркет, либо вам удобнее уже где-то в середине, там, со своими, там, может, друзьями, товарищами, вы стоите, общаетесь, настраиваетесь, либо вы последними любите выходить на паркет, когда вы уже видите какую-то расстановку, кто где встал, и где есть свободное место для того, чтобы встать и ни с кем не столкнуться в самом начале танца. Также договоритесь там со своей партнершей, что вы там, вы выходите, вот, допустим, там, последними, и все, вы знаете, что вы выходите последними, она знает, что ваша пара выходит, там, последней в этом заходе, и вы спокойненько, там, чистите обувь, что-то там, халатики пока, разогреваетесь туда-сюда, и у вас есть время. Вы услышали, что сейчас танцует, объявляется следующий заход, вы раз, быстренько собрались, взялись за руку и пошли танцевать. Это также придаст вам уверенности на выход на паркет. Ну и, соответственно, сам выход на паркет, вы должны, да, сразу с первых шагов презентовать себя, потому что хорошие пары, видно сразу с первых шагов на паркет, они выглядят уже готовые, одетые, классно марафеченные, они и несут себя совсем по-другому. То есть даже если вы танцуете, тренируетесь там в маленьком клубе, на маленькой площадке, в маленьком городе живете там далеко, редко в столицу там приезжаете, или еще что-то, вы должны ощущать себя очень спокойно, очень надежно, скажем так, от вас должно вот это исходить, спокойствие того, что вы сейчас спокойно выйдете, станцуете, и у вас все будет хорошо, вы спокойно уйдете, ничего с вами не случится. Так, следующий момент. Ну вот вы уже вышли на паркет, вы уже выбрали место, уже все, вот начинается первый танец, там, ну или не первый, неважно, зазвучала музыка, что же делать, чтобы не смотреться колхозно и нервозно, скажем так. Обязательно, обязательно соблюдать направление, построение движений, в стандарте, обязательно. Второе, в латине, обязательно стараться танцевать либо на зрителя, либо, опять же, соблюдать направление движения, не забиваться в кучу. Даже если вам тренер говорит, что вы должны танцевать, становитесь в центр, занимайте центр. Если вдруг 10 пар стоят в центре, и все там месиво просто из них получается, а 4 пары танцуют по краям, по свободным, то эти 4 пары покажут лучший танец, чем те 10, которые месяц просто в середине. И судье будет сложнее выбрать из этих 10 пар, которые устраивают месиловку просто в центре, потому что никто не даст друг другу станцевать. Также, когда вы танцуете и на зрителя на стороне, старайтесь становиться не слишком близко к другим парам, для того, чтобы и вы смогли свой танец показать. И другая пара, как бы вам не мешалась, она тоже чувствовала себя комфортно. В стандарте постарайтесь использовать максимально всю площадку, задействовать ее, двигаться максимально широко, также соблюдая направление построения движений. Также старайтесь не забиваться в углы, старайтесь не забиваться в какие-то кучи, не сбиваться. Используйте флокрафт, да, умение выруливать из различных ситуаций. Даже вы можете менять направление движения своего, там, или выкидывать какие-то фигуры, если вы уже достаточно хорошо, взаимопонимание у вас сразу это в паре, вы можете прям срезать некоторые углы, потому что если вы видите, партнер, допустим, видит, что три пары топчутся в этом углу, зачем четвертым идти в этот же угол, там с ними толкаться, потому что вот вариация идет туда, в угол, поэтому нам надо в этот угол пойти. Нет, да выкидывайте движения из этого угла, разворачивайтесь там каким-нибудь движением шоссе, чем угодно, просто уходить сразу дальше, танцевать, потому что судья, если он видит топчущихся в углу, он отводит взгляд на тех, кто двигается, потому что ему нужно оценить танец, а не то, как ребята топчутся в углу. И еще один момент для стандарта, когда вы танцуете стандарт, уважаемые партнеры, пожалуйста, не ведите свою пару сквозь другие пары, если у вас так вариация направлена. Умейте обходить, умейте изменять направление, это показывает уровень вашей пары. Если вы идете сквозь пары на пролом, и, допустим, там две пары танцуют рядом, судья не знает, кому отдать предпочтение, но они вот одинаковые, примерно одинакового уровня, пары одинаково танцуют, и вдруг одна из них начинает просто на пролом идти сквозь другие пары, то, естественно, крест уйдет той паре, которая умеет выруливать, ну, либо просто не идет на пролом сквозь другие пары. Ну и последний момент. Вот вы оттанцевали, закончилась музыка, вы сделали поклон, и постарайтесь, пожалуйста, вести себя на паркете достойно, и держать себя на паркете достойно. Вы должны сделать поклон, вы должны так же красиво, как вы выходили, так же красиво уйти с паркета, и даже за паркетом вы должны там уйти подальше, если вы хотите что-то обсудить, если вы хотите высказать там друг другу за очень хороший танец, который вы станцевали только что, какие-то обсудить там ошибки, произвести разбор полетов, то лучше всего это делать в раздевалке вообще после турнира. Вот там вы оттанцевали там условно свою одну шестнадцатую, ушли в раздевалку, и там делаете разбор полетов. Во время турнира смысла большого этого делать нет, ну можно сказать, что там друг другу какую-нибудь ошибку, ты меня там прижимаешь, или там больше открывайся, или шире шагай, вот это вот максимум и все. Но предъявлять друг другу, ругаться, как-то выяснять отношения сразу же после выхода, или там бывает такое, что пара, она стоишь, на конкурс смотришь, пара сделала поклон, улыбалась тебе, разворачивается, идет на выход к паркету, и партнер там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, партнерша просто сразу начинает, ты там тяжелая, не двигаешься, то, все, пятое-десятое, висишь, начинает выговаривать. Это настолько показывает невысокий уровень пары, что даже в следующих танцах не очень хочется их оценивать дальше, потому что ну а что дальше будет? Ушли с паркета там с тренером или по видео там, или как-то, потом сделали разбор полетов спокойной обстановки, там попробовали, у вас есть тут же шанс попробовать что-то исправить и потом уже спокойненько дальше танцуете. Ну вот такими вещами я хотел бы с вами поделиться. Возможно, многие знают об этом, помнят об этом и применяют эти вещи на турнирах, но, как показывает практика, многие танцоры не задумываются об этих вещах и выходя на турнир они показывают танец гораздо ниже качеством из-за вот этих банальных вещей, которые они не продумали заранее, чем они танцуют в зале. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите следующие видео по подсказочкам и увидимся с вами в новых выпусках. До новых встреч! До новых встреч!